Привет всем, кому интересен ремонт. На повестке дня у нас Рено Кангу 99 года. И работа у нас будет совсем коротенькая, по жести. Сейчас мы рассмотрим, что это, и будем решать. Произошло следующее. Значит, поехали менять стекло. Вот он у нас, видите, трещина. Мастера, которые должны его менять, сказали, стекло-то мы поменять можем. Но мы не рекомендуем этого делать до того, пока не сделаем вот эти вещи. Здесь у нас достаточно грустные вещи. Вот это нам надо решить. Поэтому машину привезли ко мне, и сейчас мы этим займемся. После того, как мы это сделаем, машину опять повезут в первую мастерскую, где и поменять стекло. То есть мы его ставить не будем. Мы только вот это решим. Как мы это будем решать? Для начала, конечно же, мы подготовим и снимем само стекло. Подготавливаем к демонтажу стекла. Для этого мы снимаем дворники, снимаем резинку, пока, если у нас получится это сделать. И снимаем вот этот пластик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если у нас не получится снять резинку по канту, не беда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, меняется. И все. Стекло здесь уже, как мы видим, менялось. Ну и здесь по шилдику я вижу, что оно не оригинальное. Ну да ничего. А не снятся эта резинка может потому, что она в процессе приклейки стекла. Иногда она приклеивается Этим самым клеем То есть клей для ломовика Выходит за свои границы И подклеивает эту резинку И тогда Чаще всего приходится ее Обрезать Ну и пока Половина уже снялась Хотя даже когда приклеенная резинка Есть способы попытаться Снять ее более-менее Не повредит Ну она у нас снялась И это уже рано Дальше Теперь мы подготавливаем Проводим струну под лобовик И ждем помощи Вот такая вот штучка Здесь она типа как Иголка для капельницы Ну с такой ручкой Для того чтобы не повредиться Берем протыкаем Клей Мне больше нравится Это делать в углах И теперь через эту самую Дырочку внутри Иголки Мы продеваем струну Эту струну я уже использовал Поэтому она такая скрученная Как лобковый волос Ну ввиду того Что струны эти Не простые У них специальное Либо квадратное сечение Либо они такие плетеные То есть они не дешевые Поэтому если можно использовать повторно То надо это делать Вот так есть Вот так есть Есть Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Да, но и у нас там субтитры сделал DimaTorzok узкий сгиб 17 миллиметров и давайте возьмем еще миллиметр на сгиб и того у нас получается 45 миллиметров по длине я померил там у нас запасом 26 должно быть под каким углом мы это делаем вот это у нас остатки крыши и единственный угол по которому можно что-то вымерить это вот этот поэтому берем и мерим ну насколько это возможно в любом случае если у нас где-то не сойдется то мы потом всегда можем перегнуть это же металл не стекло правильно всегда есть возможность открыть или закрыть угол ну в принципе это нам больше не надо по возможности надо это сделать по точнее потому что когда мы начнем изгибать этот уголок по дуге добавить уже будет в разы сложнее отлично отлично не я тоже так думаю но теперь самое интересное самое интересное у нас заключается что нам надо сделать дугу нам надо дугу сделать вот так и нам надо дугу сделать вот так это как вы понимаете будет полочка глава для лобовика а эта часть у нас будет крыши которая более короткая как же сделать как же сделать а я покажу есть вот такой вот специальный прибор для того чтобы делать дуги значит сразу скажу можно конечно сделать шаблон лишь сразу по шаблону примерять вот это вот да а можно просто гнуть и и подтягиваться к машине и прилаживать и так и так в принципе можно сделать без проблем но мне что-то шабло нарезать не хочется поэтому сейчас чем мы займемся это сделаем дугу вот этим самым инструментом значит этот инструмент работает вот так мы берем его брэм и напрягаем и вот здесь происходит буквально чудесные вещи каждый раз когда я опускаю у нас кулачки сжимаются и как бы расходятся в стороны правильно а если мы положим между ними металл то этот металл будет растягиваться и если например с растягиванием металла можно намудрить можно взять просто допустим если нам надо выгнуть в эту сторону то мы берем на наковальне отступим вот этот край он получается металл ну вы понимаете расплюскуется становится шире и у нас делается дуга хотя конечно идеально таким способом что-либо сделать достаточно проблематично но вот если нам надо выгнуть в обратную сторону то есть скажем так не сюда а вот сюда вот это таким способом уже молоточком сделать никак не получится и тогда приходится делать вот как я и говорил либо делать две полосы отдельно выгибать каждую дугу и потом сваривать либо брать его надрезать небольшими углами его складывать и варить вот так а мы сделаем вот именно на этом аппарате уж очень мне нравится мы берем не принципиально посерединке или с краю и как мы договорились растягиваем главное 7 раз отмерь один раз отрежь то есть чуть погнули примерили чуть погнули примерили иначе будем потом либо делать заново либо нам придется дугу выгибать в обратную сторону кстати как она в обратную сторону отогнется я ж так и не сказал в комплекте идут комплект ну да в комплекте с вот этими тисочками идет дополнительный комплект кулачков которые именно сгибают в обратную сторону то есть если этот растягивают этот стягивает ну вот видите что получается уже я думаю очевидно что у нас есть дуга я пойду примерю и вернусь угадал с первого раза аж как-то как-то за себя приятно но это чисто удача никакого отношения как вы понимаете к опыту это не имеет повезло вот теперь так как у нас вот эта дуга сделана нам надо вот эту дугу если вы помните выгнуть вот так и мы делаем точно так же вставляем и выгибаем все хорошо чуть-чуть здесь у нас длиннее получилось ну это я неправильно ее между уголков зажал жестянку и чуть-чуть вот здесь у меня короче получилось здесь длиннее но это покороче меня сильно не интересует потому что здесь у нас по кантику внутри резинка идет она перекроет лишнее вот здесь мы ножницами обрежем это тоже все классно больше меня интересует именно дуги в эту и в эту сторону то что мы с вами сделали здесь и вот этот угол чтобы он был одинаковый а все остальное это и ровно варить мы будем это второй деталью а сейчас мы должны сделать внутреннюю часть и у нас здесь получается три угла здесь еще внутренний угол у нас закруглен 20 15 и вот это и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Попробую еще согнуть Для этого мы кулачки, которые у нас растягивают, убираем И ставим кулачки, которые стягивают на оборот Субтитры сделал DimaTorzok Потому что, как вы понимаете, теперь нам надо, так как это внутренняя часть, нам надо ее закрыть дубль Совсем чуть-чуть больше не надо Не за то, что я не хочу, я ее в кольцо могу убить, но больше не надо Ну, в принципе, в принципе, хорошо Там есть что-то не так, можно будет по месту потом подстукнуть Обрезаем сейчас по длине И варим Ну что, теперь прихватываем и обвариваем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, ну вот, что у нас получилось Видите, практически красота Разумеется, идеальных линий здесь добиться таким способом невозможно Но очень-очень близко мы к этому приблизились То есть надо теперь, по идее, подшпаклевать Покрасить, 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 ну все как положено Но этим будем заниматься, как сказал клиент, ничего здесь делать не надо Что у нас внутри Так, вот у нас внутри, как это все выглядит Так же сам я сама с внутри сказал, ничего не делать Ну что, давайте теперь сейчас закончим с левой стороной И я все-таки думаю чуть-чуть дунуть краской, чтобы это не так похабно было Белые у меня есть баллончики А желтенькая краска у меня есть По-моему, сиатовская Ну сейчас чуть-чуть так нанесем, чтобы было Более-менее по-человечески Более-менее по-человечески я не претендую конечно же на полную безупречность работы ну как вы понимаете качество это уже достаточно достаточно достойно и 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 Продолжение следует...